МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И на студии сегодня Владимир Владимирович Пятин, заслуженный артист Республики Казахстан, профессор, председатель Президиума Дальневосточного научно-методического центра культуры и искусства Академии культуры России. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый вечер. Очень рады видеть вас у нас в студии. И, наверное, моим первым вопросом будет такой вопрос. Мне кажется, все-таки не каждый регион, не каждый город в нашей стране может похвастаться таким разнообразием серьезных культурных площадок, интересных масштабных культурных событий. Так ли это на самом деле? Ну, конечно же, на самом деле это так. Потому что если проводить параллели между Петербургом и Москвой, то на Дальнем Востоке роль Москвы играет Хабаровск, как центр Дальвосточного федерального округа, а роль культурной столицы, конечно же, играет Владивосток. Работает уже достаточно, ну, сравнительно продолжительное количество времени, приморская сцена Мариинского театра. И, конечно же, у выпускников Академии искусств и других музыкальных вузов появилась теперь возможность не только практиковаться, но и работать с величайшими артистами России, мира. Как вы считаете, есть ли уже прогресс в связи с этим? Можно ли говорить о развитии каком-то в этой сфере? Ну, вы знаете, начнем с того, что не Приморский государственный театр оперы и балета, впоследствии ставший приморской сценой Мариинского театра, не могли бы состояться здесь, если бы не было Дальневосточного института искусств. Потому что, если говорить вот о кадрах, то хор укомплектован практически на 100%. Это все выпускники института или студенты. Оркестр, ну, наверное, процентов на 60 точно из наших музыкантов. Все технические цеха практически, административная часть. Весь этот огромный организм, насколько я знаю, работает более 500 человек в театре. Он, в общем-то, на 98% это все приморцы, дальневосточники. Поэтому, конечно же, есть к чему стремиться, когда сейчас поступают студенты на вокальный факультет. Там есть кафедра оперной подготовки, она всегда была. Вот они могут надеяться на то, что по окончании смогут трудоустроиться и при наличии таланта не только в хор, а стать солистами. Собственно говоря, есть солисты-выпускники Академии. Вот Сева Латмарилов, Алина Михайлик, если кого-то забыл, то, наверное... Ну, Лена Третьякова, она и преподаватель была в институте, и достаточно уже зрелая певица. Поэтому здесь... В этом плане у нас, конечно, сложились звезды так, что этому поколению повезло. Есть куда приложить свои таланты, где работать. И если посмотреть на ситуацию более масштабно, то что у нас получается? Те, кто раньше уезжали, да, большинство студентов все-таки уезжали в другие города, может быть, даже в другие страны, сегодня они остаются здесь. И получается, что развитие происходит достаточно стремительно сейчас. Ну да, конечно. Что касаемо вокалистов и музыкантов, они здесь нет надобности им куда-то уезжать. Они могут найти здесь работу, что немаловажно, работу достаточно хорошо оплачиваемую. Поэтому, в общем-то, тут проблемы нет. Есть проблема другая. Проблема еще вот пока в училище Вагановское филиал встанет на ноги. Это же пройдет не один год. Вы же понимаете, что набрали 12-летних детей. Когда они выпустятся, это, в общем-то, лет 7. А пока они еще из кардебалета перейдут и солисты еще пройдет много времени. Поэтому сейчас, конечно, балетная труппа в театре, насколько я, опять же, знаю, комплектуется из выпускников разных наших училищ, разных школ. Но здесь хорошее художественное руководство. И, в общем-то, все они уже достаточно такие артисты, имеющие, в общем-то, свое лицо. То есть зритель иногда приходит конкретно на определенного солиста, смотрит в афише, кто сегодня танцует или кто сегодня поет. И приходит в театр послушать своего любимца, посмотреть. А как вы оцениваете ситуацию в сфере культуры на Дальнем Востоке в целом? Хочется узнать какие-то подробности. Может быть, есть какой-то сравнительный анализ? Вот вы приводили в пример Владивосток и Хабаровск. Ну, здесь, наверное, надо начать с такой исторической немножечко справки. Когда формировалась эта среда культурная на Дальнем Востоке, она формировалась в советские годы. Все это делалось, в общем-то, так же, точно, как и в средней полосе России, по таким же нормативам, на количество населения, столько-то театров, столько-то клубов, дворцов культуры, цирков, театров. То есть вот этот капитал советский, он до сих пор сохранился, и он, в общем-то, в большинстве своем, он и функционирует. То есть, если здесь вот вспоминать, то все эти реформы были затеяны, я считаю, что выдающимся политическим, государственным деятелем Екатериной Алексеевной Фурцевой. И будучи министром культуры СССР, она заложила такой фундамент, на котором мы до сих пор, в общем-то, строим, развиваем, и еще, я думаю, ни на одно поколение этого запаса хватит. Задача наша — сохранять и приумножать. По поводу сохранения, здесь, в общем-то, не всегда все складывается достаточно хорошо, потому что культура и экономика, как таковая, они очень взаимосвязаны. Если нет развития какой-то территории экономического, то и постепенно приходит в упадок и сфера культуры. Либо она держится на голом энтузиазме, либо это, в общем-то, как бы, все закрывается, все исчезает. Поэтому, чтобы это все сохранить, конечно, подъем экономики на Дальнем Востоке, он очень важен. Но буквально перед Новым годом я разговаривал с директором колледжа искусств нашего, с Перекрестом, Владимир Алексеевичем. Мы в разговоре у нас, как бы, так затронули такую тему, что на первом месте — экономика или политика? Вот он говорит все же экономика. Ну, я не согласился с ним, потом подумал, все-таки на первом месте политика, политическая воля. Если на уровне руководства страны понимание есть того, что необходимо это сохранять, развивать, несмотря на то, какие у нас сейчас экономические условия, санкции, не санкции, потому что должна быть беспрерывная вот эта вот деятельность, иначе прервется связь, и тогда уже будет не то, что, как бы, развитие, а придется начинать заново, фактически. Этого бы очень не хотелось. Но пока вот у нас время есть, и есть люди, которые, те же руководители учебных заведений, уже упоминаемый мной Владимир Алексеевич, замечательный директор колледжа культуры Евгения Ивановна Пробейголова в Уссурийске. То есть кадры готовятся, кадры есть, молодежь обучается, но опять же, вот она закончила учебное заведение, а дальше ее должен сопровождать уже, как бы, другой орган. Это орган управления культурой в регионе. На данный момент это департамент культуры Приморского края, и как объявил сейчас исполняющий обязанности губернатора в связи с административной реформой, которую долго ожидали, этот орган должен превратиться в Министерство культуры в июле месяце. Так вот, чтобы не только вывеска поменялась, учреждение, а и содержание, для этого нужно много работать, нужно обсуждать, как это будет происходить. Ну, для сравнения, вот сейчас Министерство культуры Хабаровского края имеет штат 50 человек. У нас в департаменте культуры, на регион, который на 500 тысяч по населению больше, работает 13 человек. За всем уследить, и все как бы невозможно, просто физически невозможно. Поэтому, конечно, что-то с чем-то, наверное, будут объединять, но вот в Хабаровске туризм и культура, это под управлением Министерства культуры. У нас, может быть, это будет как в Амурской области, на Сахалине, архивное дело. Можно все вместе, но главное, чтобы не перестараться, не укрупнить так, что тоже будут руки не дотянутся ни до того, ни до другого, ни для третьего. Для этого нужно эту реформу обсуждать, нужно складывать все плюсы, и вычитать минусы, и получить на выходе уже ту форму, по которой можно будет действительно видеть орган, работоспособный орган, который мог бы влиять на политику культурную и в регионе, и, то есть, скажем так, орган весомый, во главе которого должен стоять человек уважаемый, человек, который может не только головой кивнуть, а еще и возразить. И проследить за всем. Вот, как бы здесь вот мы отвлечемся немножко в другую сторону. Вот вы знаете, что на острове Русский строится так называемый инновационный новый дом культуры. Я в соцсетях посмотрел, там вопросы такие задают, что такое новая культура, куда старые девали. А старая культура в двух километрах от строящегося центра, в поселке Экипажный, это бывший гарнизонный дом офицеров номер 2, с концертным залом на 1300 мест, оркестровой ямой, приходит постепенно... В упадничество. Он уже пришел, он брошенный, абсолютно брошенный, то есть там даже сторожа нет, все это разваливается, растаскивается, и на минуточку он еще является памятником архитектуры. Не знаю, принят он на учет или нет, но это постройка дореволюционная. Коих немало на Русском острове. Коих немало на Русском острове. И вот это все требует, опять же, какой-то вот кропотливой работы, чтобы это все привести в соответствие, опять же, с законодательством, которое уже существует, его нужно исполнять. И кто-то должен его исполнять, и кто-то должен следить за исполнением этого законодательства. Поэтому я к чему это говорю, что когда возник вопрос о том, строить этот инновационный центр или не строить, нужно было сказать, что необходимости в нем там нет. Давайте восстановим вот это здание, и он будет центром и для жителей острова Русский. На той стороне две школы общеобразовательных и ни одного учреждения культуры. То есть там можно было бы сделать и филиал музыкальной школы, любой, там можно было и кружковую работу ввести, и все, что хотите. К слову, даже если говорить об архитектурных особенностях таких зданий, ведь раньше их строили по стопроцентным правилам звука, который должен быть в таких учреждениях. Конечно, конечно, акустика великолепная, да. Ну, оркестровая яма. То есть, соответственно, туда приезжали выдающиеся в свое время исполнители. Там же был крупный гарнизон с достаточно большим количеством и офицеров, и мичманов, баряков. То есть... Все уже построено. Все построено. Я посмотрел на цифры, значит, из краевого бюджета 66 миллионов на достройку этого центра инновационного. Из федерального они не освоили в прошлом году, вернули в Минфин. Минфин возвращает 368 миллионов. Почти в миллиард обойдется строительство этих полов, которые, в общем-то, насчет функциональности можно поспорить, потому что, ну, никто, во-первых, не обсуждал идею этого строительства нигде. И кто туда будет добираться и для каких целей. Поэтому вот отстаивать точку зрения свою, и целесообразность строительства, и целесообразность размещения здесь каких-то объектов, филиалов и всего прочего, это должен орган управляющей культурой на территории Приморского края. Владимир Владимирович, давайте сейчас сделаем с вами небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова